Казахстан без сирот. Уже несколько лет этого пытаются добиться отечественные общественники. И число воспитанников детских домов действительно сократилось вдвое. С 11 тысяч до 4,5. Остальные дети во многом не могут обрести семью из-за устоявшихся мифов в обществе. О главных стереотипах усыновления поговорим в сегодняшнем выпуске. Утверждение первое. Усыновить ребенка могут только семейные люди. Усыновить ребенка – желание, которое появляется у многих людей. Однако далеко не все переходят от слов к делу. Считается, что из детского дома могут усыновить только бездетные пары или с очень высоким доходом. Согласно Кодексу о браке и семье, взять ребенка на воспитание могут здоровые, совершеннолетние люди, которые не лишены или ограничены в правах, не отстранены от обязанности опекуна или попечителя. Усыновить ребенка не могут лица без ПМЖ и гражданства, нетрадиционной ориентации, недейспособные, состоящие на учете в нарко- и психоневрологическом центре, с непогашенной неснятой судимостью за умышленное преступление на момент усыновления. Иностранцы тоже могут усыновить казахстанских детей, однако только тех, от кого отказались местные кандидаты. Что касается семейного статуса, то это не больше, чем миф. Одинокая женщина может оформить опеку в любом возрасте. Мужчина – лишь после смерти матери ребенка или лишения ее родительских прав. И если проживал с ним три года. Утверждение второе. Чтобы усыновить ребенка, не нужно проходить подготовку. Самое сложное в усыновлении – это период адаптации, говорят психологи. Чтобы к нему лучше подготовиться, нужно пройти школу приемных родителей. И если год назад это было делом добровольным, то теперь обязательно для всех кандидатов, вне зависимости от формы устройства. Казахстанским законодательством предусмотрены четыре формы семейного устройства. Усыновление наделяет ребенка равными правами наряду с кровными детьми, в том числе наследственными и имущественными. При усыновлении ребенку могут изменить персональные данные. Все расходы по воспитанию и содержанию усыновитель берет на себя. Решение принимается в суде. Опека до 14 лет и попечительство с 14 до 18 лет предполагает материальную поддержку со стороны государства. Решение по оформлению принимают органы опеки. Ребенок сохраняет свои фамилии и имя отчества, право на получение жилья, социальные льготы. Опекун не имеет статуса родителя. Патронат – форма воспитания, при которой с родителем заключается трудовой договор. Предоставляется отпуск и засчитывается трудовой стаж. Воспитанники патронатных семей также имеют льготы и права на предоставление жилья. Приемная семья – форма устройства, при которой семья берет на воспитание от 4 до 10 воспитанников спецучреждений. Все льготы сохраняются. По закону предусмотрены денежные выплаты и пособия для тех, кто берет ребенка в семью. Усыновители получают единовременную сумму в размере 75 МРП. Патронатным воспитателям выплачивается зарплата в зависимости от стажа работы, уровня образования и категории – от 40 до 75 тысяч тенге. Также предусмотрены пособия на одного дошкольника – 9 МРП, на ребенка школьного возраста – 10 МРП. Опекунам или попечителям за одного ребенка назначается пособие в 10 МРП до достижения им совершеннолетия. Усыновителям выплачивается 75-месячных единовременная выплата в размере 75-месячных расчетных показателей. Также эти родители имеют право на получение пособия по уходу за ребенком до года, если ребенок маленький. Также могут получать пособия по инвалидности, если ребенок инвалид. Дети данной категории, воспитывающиеся в семьях, получают в школе помощь в виде канцелярских товаров, бесплатного горячего питания в школе. В агентстве по усыновлению школа приемных родителей длится 3,5 месяца. Специалисты рассказывают о важных этапах в жизни ребенка – от потери близких до принятия новой семьи. Методику Национального агентства по усыновлению сейчас перенимают в детских домах и приютах. Так что для потенциальных родителей появилось больше возможностей. Грамма школы приемных родителей включает в себя несколько этапов. То есть сначала кандидат проходит первичное диагностическое собеседование, где он задает себе в большей степени вопрос, а зачем это ему нужно, что у него есть для того, что он может дать ребенку, что он хочет получить от ребенка. Сама школа приемных родителей состоит из 14 занятий по 3 часа, один раз в неделю. Занятия составлены таким образом, где кандидат отправной точкой для него является момент того, где он принимает решение, что примет ребенка, процесс осознания, понимания вообще детской психологии, особенности детей из детского учреждения, травмы, горе, потери в жизни ребенка, как это влияет на него, процесс адаптации. Я пошла к своему ребенку с огромными розовыми очками, и меня приземлили сразу же, как только я зашла в детский дом. То есть когда ты чего-то не знаешь, тебя может каждый оттолкнуть. Я 40 дней за ребенком ходила, а надо было всего 3 дня. Представляете, сколько можно было избежать вот этих вот нюансов, ошибок, да? И не понимая психологию ребенка, ну ты не сможешь дать ему то, что вообще нужно дать. Школа приемных родителей, она мне дала понимание, что с ним происходит. Я стала его лучше понимать, я стала принимать какие-то, ну, правила, да, устанавливать, я стала применять инструменты, которые мне дают на школе приемных родителей, стало гораздо легче. Утверждение третье. Усыновить ребенка непросто, много волокиты. Бытует мнение, что усыновить ребенка крайне сложно, и нужно потратить много нервов, сил и денег, чтобы добиться результатов. Помимо справок с персональными данными, будущие родители должны пройти медосмотр и школу приемных родителей. Необходимо письменное заявление от кандидата, необходима копия документов от строящего личности, справка о несудимости, справка о доходах, о наличии жилья или договора аренды до жилья, медицинские справки о состоянии здоровья, письменное согласие супруга требуется, если мы говорим об усыновлении или об опеке. В итоге процесс длится до 4 месяцев в лучшем случае. Однако, если статус ребенка не определен, то усыновить сложнее. При наличии у ребенка четкого правового статуса, то есть если родители его лишены родительских прав, то есть есть решение суда о лишении родительских прав у данного ребенка, либо есть отказ родителя от данного ребенка и согласие на усыновление, или есть свидетельство о смерти родителей, или признание родителей неизвестными, то есть подкинутый ребенок, родители неизвестны, в таких случаях вообще процедура усыновления очень быстрая, то есть практически в течение 2 месяцев они усыновляют ребенка. Вот у кого нет четкого правового статуса у детей, для этих детей процесс усыновления будет длительным, то есть он может занять год, полтора, даже два иногда. Между тем специалисты сходятся во мнении, что все эти круги ада, как их называют некоторые кандидаты на усыновление, необходимы. После сложного пути те, кто сомневается, уйдут с дистанции. Останутся лишь истинно желающие, которые не вернут ребенка назад в детский дом, а значит, не будет риска вторичного сиротства. Я считаю, что правильная мотивация – это когда ты берешь ребенка ради ребенка. Вот чтобы не брать, а отдавать. Не надо ждать, что он с благодарностью кинется на шею, спасибо, мама, за то, что меня вытащила из системы. Нет, скорее всего, такого и не будет. Может, будет, а может, и не будет. Правильная мотивация – это не затыкать собственные дыры в душе. Семья разваливает, или что-то там, горе какое-то пережили, или деток нету. Просто это, наверное, не про детей из детского дома. Если есть в душе, что ты хочешь просто вытащить его и помочь конкретно ему, понимаете, пройти с ним рука обраку через все, потому что будет через что проходить. Подведем итоги. Приемные родители сталкиваются с большим количеством стереотипов, как на этапе усыновления, так и после. К сожалению, в обществе до сих пор нет четкого понимания, кто и каким образом может взять ребенка из детского дома. Но большинство из них, как мы выяснили, мифы. Сотни семей своим примером доказывают простую истину. Чужих детей не бывает.